Предлагаю выполнить вместе почленное умножение двух неравенств. Во-первых, анализируем. Неравенства имеют одинаковый знак. Поэтому мы должны сейчас умножить отдельно левые части и умножить отдельно правые части. То есть 2,4 нужно умножить на 5. Знак у неравенства сохранится. 3,2 умножить на 6,1. Итак, 2,4 умножаем на 5. 12, а вот 3,2 умножим на 6,1 письменно. При умножении на единицу получаем число 32. Напоминаю, что умножаем как натуральные числа, не обращая внимания на запятые. Умножаем на 6. 6,2 – 12,1 запоминаем. 3,6 – 18,1 – 19. Складываем 2,5,9,1. Считаем количество знаков после запятой у обоих множителей. 1,2. Справа налево отделяем две цифры запятой. Получили число 19,52. 19,52 – это ответ. Умножим почлен на два следующих неравенства. Неравенство одного знака. Значит, мы должны отдельно умножить левые части, отдельно умножить правые части и сохранить знак. Выполним действие. Чтобы умножить смешанное число на обыкновенную дробь, мы должны представить смешанное число в виде неправильной дроби. Дважды 7 – 14, плюс 3 – 17. 17 седьмых умножаем на 1,17. В правой части. 5 умножаем на 1, плюс 1 – 6 пятых умножаем на 5,96. Выполняем умножение. 17 и 17 сократятся. Значит, левая часть неравенства – 1,7. Больше 5 и 5 сокращаются. 6 и 96 сокращаются в числителе 1. А 96 делим на 6. Это будет 16. Проверим на всякий случай. 16 умножим на 6 – 60. 6 и 6 – 36. 60 плюс 36 – 96. Умножение выполнили правильно. Поэтому, почленно умножим 2 неравенства, имеем неравенство 1,7 больше, чем 1,16. Неравенство правильное.